Всем привет дорогие друзья! Сегодня у нас достаточно интересное экспериментальное видео. Мы будем восстанавливать вот такую материнскую плату от компании Creality. Через 2 месяца использования своего Ender A3 у меня сгорела эта материнка. В данном случае у меня сгорел скорее всего драйвер по оси X, так как мотор по оси X перестал вообще крутиться. Поэтому в магазине BigTreeTech я прикупил вот какой-то дополнительный драйвер A4988. Основная сложность восстановления данной материнской платы является именно наличие специального оборудования, такого как паяльный фен. Поэтому на Алиэкспресс я специально для этих целей прикупил паяльную станцию Eontrop 8586D+. Для точных измерений я прикупил специально ZT102. Вот какой-то мультиметр, он многофункциональный, электронный, всем рекомендую. Здесь есть даже возможность подключения термопары. Она кстати идет в комплекте. Материнскую плату я подключил к блоку питания на 24 Вольта 15 Ампер от компании Minville. Ее мне посоветовал замечательный канал Уголок Технаря Виталик. Спасибо Виталик, реально классный блок питания. Прежде чем мы начнем тестировать нашу материнку, давайте проверим напряжение на драйверах. Минусовым щупом подключаемся к минусу, а плюсовым к регулирующим резистору. И смотрим у нас 0,58. По оси Y у нас 0,577. По оси Z у нас 0,847. И по экструдеру 0,848. То есть напряжение на драйвера у нас подается. Заходим в меню нашего дисплея. Выбираем Move Axis. И делаем перемещение по оси X на 10 мм. Мы слышим как жужжат соседние драйвера, но наш мотор стоит по оси X. То есть он не двигается. Переходим на ось Y. Выбираем 10 мм. И делаем передвижение. И видим, что двигатель у нас работает. Разобрали мы нашу материнскую плату. И давайте ее зафиксируем на специальных держателях. Вот такие вот крокодилы. Ребят, сразу хочу сказать, что я не профессионал в области электроники, пайки и так далее. Это мой первый личный опыт работы вот с таким вот феном. Так что данное видео не является инструкцией, как правильно делать. Возможно даже наоборот, как не нужно делать. Поэтому в комментариях обязательно напишите, что вы об этом думаете. Где я допустил те или иные ошибки. Ну и в итоге посмотрим на конечный результат. Для начала давайте избавимся от радиатора. Попытаемся немножко его подогреть. Обратите внимание, что фен автоматически включается и нагревается до заданной температуры, когда мы его снимаем с паяльной станции. Это кстати очень удобно. Когда мы ставим назад, он автоматически будет выключаться. Убираем остатки термопасты и читаем, что там у нас написано. На микросхеме А4988ET. Менять мы будем на такой же чипсет. 4988 придется его выпаять и припаять уже на нашу материнскую плату. Чтобы отпаивать было легче, будем использовать флюс F3. Вот друзья, мы с вами отпаяли чип. Обратите внимание, что в процессе отпайки микросхемы отлетел у нас один резистор. Это из-за того, что я не загерметизировал данную поверхность вот таким вот скотчем. Но в этом не было особой нужды, так как эта плата мне по сути не нужна. Чтобы хоть как-то изолировать от перегрева, давайте спрячем наши резисторы. Итак, друзья, с помощью специального скотча оградил нашу зону от перегрева. Как видите, друзья, место спайки у нас получилось неплохое. Каких-то особых косяков я не вижу на плате. Будем надеяться, что все будет работать. Насколько я понял из инструкции в интернете, намазываем снова флюсом нашу площадку и пытаемся феном это все припаять. Помещаем драйвер назад. Здесь на плате нарисуем такой уголок. Насколько я понимаю, по нему нужно ориентироваться, как выставлять данный чип. Снова разогреваем фен и пытаемся это все дело припаять, друзья. Вроде держится неплохо. Кажется, как будто все ножки спаялись. Но будем на это надеяться, друзья, потому что это первый мой опыт. Первый раз вообще пользуюсь таким феном. Ну что ж, друзья, теперь давайте проверим наработоспособность нашу материну. Запускаем и смотрим, что у нас происходит. Выбираем Prepea, Move Axis, Move X. И, друзья, момент истины. Ничего не происходит. Значит, что-то сделали не так. Итак, друзья, и смех, и грех, как говорится. У меня тут все вспыхнуло при тестировании. Загорелось. Пришлось резко вырубать все. К сожалению, не записал это на видео. Но я думаю, было бы эпично посмотреть. Результат. Два контакта подгорело на плате. Скорее всего, где-то был излишек припоя. Он попал, естественно, на соседний контакт. Произошло замыкание. И все это дело сполыхнуло. Естественно, и драйвер снял. Все зачистил. Но самое главное, что остальные разъемы Y, Z и E у нас рабочие. Дело в том, что данную материнскую плату я буду использовать в качестве тестового образца. На ней буду тестировать разные варианты подключения моторов. Для меня это важно. Поэтому данную материнскую плату мне было не жалко совсем. И я, в принципе, ожидал такого результата. Вам не рекомендую так экспериментировать. Для того, чтобы качественно перепаять такой драйвер, нужен как минимум нижний подогрев платы. Нужно качественное оборудование. И самое главное, опыт, ребят. Ни один день, ни один месяц. А как минимум многолетний опыт. Поэтому, ребята, не рекомендую вам заниматься таким делом. Самому ремонтировать такие платы. Лучше отнесите в какой-нибудь ближайший сервис. И вам это починят. Кстати, один из подписчиков предлагал мне принести эту материнскую плату на ремонт. Он бы ее сделал отлично, без косяков. Но я решил попробовать сам. И чтобы вы понимали, насколько это сложное занятие. Поэтому такие люди в сервисе получают не просто так свои деньги. Теперь я понимаю, насколько это сложно. Насколько это трудозатратно, трудоемко. И требует определенной сноровки, усилий и спецоборудования. Это видео я считаю небольшим развлекательным шоу. Надеюсь, вас повеселил. Немножко поднял вам настроение. В комментариях можете написать, что вы думаете об этом. Напишите мои все косяки, где я ошибся в технологии пайки. Надеюсь, это видео подняло вам немножко настроение. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. С вами был Макс. До новых встреч. Пока, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok